Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Парламентский вестник» в студии Улубий-Эрбулатов. Обращение граждан является одной из важных форм взаимодействия депутатов с избирателями. Именно частотой и тематикой обращения граждан в различные органы власти можно определить те проблемы, с которыми сталкивается общество в целом. Таким образом, важная часть депутатской деятельности – это работа с избирателями, помощь в решении их наболевших проблем. Для этого депутатами Народного собрания регулярно осуществляется прием граждан. Как следствие, оказывается реальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Подробнее обо всем этом мы поговорим сегодня с заместителем председателя Народного собрания Республики Дагестан, руководителем региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, Ельниковой Еленой Анатольевной. Елена Анатольевна, расскажите, пожалуйста, каким образом осуществляется связь между депутатами и избирателями? Как они могут попасть к ним на прием? Не секрет ведь, что люди частенько жалуются, что не могут достучаться чиновникам на местах? Дело в том, что на сегодняшний день существует несколько форм возможностей у граждан обратиться к депутатам и достучаться до чиновников. Мы сегодня, наверное, поговорим прежде всего о работе общественной приемной Дмитрия Анатольевича Медведева. Что хочется сказать, что после выборов в этом году, которые прошли в Государственную Думу и парламент Республики Дагестан, появилась новая специфика и новые особенности в работе общественной приемной. И это прежде всего объясняется тем, что и на уровне Государственной Думы Российской Федерации, и в парламенте Республики Дагестан на сегодняшний день ищут новые формы работы с гражданами, чтобы лучше слышать, лучше знать, лучше понимать проблемы наших дагестанцев. Поэтому и по требованию, и по рекомендациям и ЦИКа партии, и нашего парламента, и главы Республики нашей Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова в этом году, с октября месяца, существует такая форма работы с гражданами, как депутатская неделя. Значит, каждый месяц определяется одна неделя работы депутатов Государственной Думы на местах, в регионах. Все депутаты Государственной Думы от Республики Дагестан в эту неделю, каждый месяц, бывают у нас в Республике. Значит, у наших граждан, у наших дагестанцев есть возможность прийти в общественную приемную Дмитрия Анатольевича Медведева, которая уже на протяжении многих лет функционирует достаточно успешно рядом с зданием парламента. Нашей Республики на площади Ленина. Кроме того, в этом году дополнительно планируется открыть филиалы общественных приемных в наших сельских поселениях. В основном это наиболее отдаленные участки, где нашим дагестанцам не всегда просто бывает приехать в город по определенным обстоятельствам. Существует такой прием, как работа с письменными обращениями, с письменными запросами. Вот это те формы, и на что нас нацеливает и руководитель нашей партии, на что нас нацеливает руководство партии Дагестанского регионального отделения Хизрей Саидших Саидов, на то, чтобы лучше слышать людей, больше знать их проблемы. Поэтому с этого года появились особенности не только в работе с депутатами Государственной Думы, в их организации приема, но в том числе и особенности в построении приема депутатов Народного Собрания. С этого года по инициативе нашего председателя парламента Хизрей Саидших Саидова и при полной поддержке депутатского корпуса появились такие формы работы, как после сессии каждый месяц депутаты Народного Собрания, в том числе и работающие на постоянной основе, прежде всего они, выезжают в регионы, выезжают в те поселки, города, от которых они баллотировались в сентябре месяце при выборах депутата Народного Собрания. Почему определена неделя? Потому что за один день, как это было в прошлые созывы, у депутата, может быть, нет возможности изучить все проблемы района, все проблемы граждан, проживающие в той или иной местности. А неделя, она все-таки позволяет временные рамки недели изучить обстановку достаточно подробно, принять, выслушать наибольшее количество граждан и по возможности решить какую-то часть проблем и запросов уже там, на местах, в районах, в селениях, в городах. И те запросы, те вопросы, которые требуют решения непосредственно здесь, в столице Дагестана, депутаты оформляют запросы там, на местах, и возвращаясь сюда, те, кто работает на постоянной основе, уже здесь, направляя запросы в различные профильные министерства, ведомства, решают эти вопросы здесь. Ну, насколько я знаю, вот существует еще такая форма работы с гражданами, так называемый депутатский пост, когда депутаты народного собрания вот как бы дежурят, и не все же могут прийти, допустим, да, в общественную приемную, могут позвонить на этот депутатский пост ежедневно, да, и высказать свои проблемы. В основном, насколько я понимаю, там речь шла о проблемах коррупционного характера, да, вот такие задачи как бы на депутатском посту тоже решаются. Ну, вот такая форма тоже существует в народном собрании? Безусловно, такая форма существует, но если провести анализ по сравнению с 2015 годом, мы наблюдаем такую тенденцию, что все-таки наши граждане предпочитают общаться с депутатами народного собрания вживую, да. Если провести анализ, то вот таких обращений как бы на телефон, их в этом году, в 2016 году, было меньше по сравнению с прошлым годом. Может быть, это объясняется как раз только открытием филиалов общественных приемных в городах, в селах, поэтому, может быть, с этим связано, что стало меньше звонков. Елена Анатольевна, а вот скажите, пожалуйста, какие категории граждан и вообще вот с каких городов, районов чаще обращаются вот в региональную общественную приемную? И потом вот какие-то конкретные примеры можете вы привести? Расскажите, пожалуйста, об этом. Вы знаете, дело в том, что руководителем общественной приемной я являюсь всего лишь два месяца, но... Поздравляем, кстати. Спасибо большое. Это очень почетная, но одновременно очень ответственная миссия, потому что вот сейчас в связи с этой общественной работой я нахожусь и сопровождаю депутатов и Государственной Думы, и депутатов Народного Собрания. То есть я также присутствую на приемах и сама осуществляю приемы. И вы знаете, каждая проблема, каждый человек со своей болью, со своей проблемой, это всегда событие, всегда очень больно слушать это. Очень много бывает обращений женщин по тем или иным проблемам. Вы знаете, не случайно, наверное, по инициативе главы нашей республики Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова, и эта инициатива была поддержана руководителем парламента нашего. Сейчас ведь увеличилось количество женщин в парламенте республики, и, наверное, это связано с тем, что женщина, может быть, женщине, депутату, может рассказать то, чего бы она, может быть, не доверила бы и мужчине. То есть вопросы здравоохранения, вопросы образования, вопросы жилищные наиболее часто поднимаются на приемах, потому что все, что связано с социальным обеспечением, это всегда наиболее острые вопросы. И если анализировать возрастной состав обращений граждан, то он достаточно широк. Это могут быть и молодые люди, это могут быть и студенты второго, третьего курса, это могут быть студенты, молодые люди, которые в силу определенных обстоятельств лишились рано родителей и воспитываются опекунами, но которым тоже закон предполагает наличие каких-то льгот и в получении жилья. Это могут быть матери, которые были когда-то сокращены, когда-то уволены. То есть вопросы трудоустройства, вопросы незаконного какого-то увольнения. То есть очень широкий спектр. Возрастная категория тоже достаточно широка. Это проблема и маленьких детей, и пожилых людей в том числе. Пожилых людей в том плане, что им тоже требуется особый уход, особое внимание. И не всегда эти льготы, которые положены, наши уважаемые граждане владеют этой информацией. Бывает так, что приходит подросток, который уже достиг определенного возраста и который по законам Российской Федерации Республики Дагестан уже не в праве претендовать на льготное жилье. Когда это возможно было сделать, он об этом даже не знал и не подозревал. То есть юридическая консультация какая-то нужна. Вы знаете, мы наблюдаем о том, что нужно говорить о том, что, может быть, это даже одна из форм, может быть, новой работы. Мы сейчас тоже обсуждаем введение новых форм работы с гражданами. Может быть, вот те обращения, которые связаны именно с юридическим сопровождением какого-то вопроса, может быть, их даже отдельно нужно рассматривать, потому что зачастую вопрос невозможно решить или вопрос уже упущен из-за недостатка какого-то правовых знаний в области юриспруденции и так далее. Понятно. А вот скажите, пожалуйста, после того, как вы приняли граждан, допустим, обсудили его проблему, потом какой-то анализ проводится, выполнение этих обещаний, которые граждане получили, допустим, или вы отправили запрос органам местного самоуправления, а дальше отслеживается это, вот выполнено это или не выполнено? Какие-то есть такие возможности? Да, конечно, это обязательное требование о работе нашей общественной приемной. И вот, возвращаясь к началу нашего разговора, вы сказали о том, что у наших граждан, может быть, нет возможности не всегда достучаться до министерств. Да, да, или к мэрам городов. Я могу сказать, что общественная приемная Дмитрия Анатольевича Медведева, наверное, ее статус, он позволяет обращаться депутату, будь то Государственной Думы или Народного Собрания, там же, в присутствии наших дагестанцев, которые обратились с той или иной проблемой, очень часто наши депутаты решают проблемы, как говорится, не выходя. То есть по телефонному звонку они связываются напрямую с тем или иным министром, и тут же записывают оперативно в течение получаса того или иного гражданина на прием, и объясняют суть проблемы, и дают очень такую жесткую установку, что этот вопрос, эту проблему, эту несправедливость необходимо устранить в кратчайшие сроки в рамках, конечно, закона. Это одна из форм, которая решается на местах. Другая форма, конечно, запрос, он оформляется письменно. И в тот же самый день у нас очень много квалифицированных, хороших сотрудников общественной приемной, тот, кто сопровождал на тот момент депутата Государственного, я думаю, или Народного собрания, тут же в этот день отправляются запросы в профильные министерства и ведомства. И есть достаточно жесткие сроки, когда то или иное министерство должно принять меры ответить и нам, и заявителю, поэтому ни одна просьба, ни один вопрос не остается. Понятно. Ну что ж, спасибо за такое подробное разъяснение о работе региональной общественной приемной. Я думаю, многие граждане знают о работе приемной и об этом свидетельствуют то количество людей, которые туда обращаются. И будем надеяться, что эффективность работы будет все больше повышаться, и люди будут доверять вам и чаще к вам обращаться за помощью. Спасибо вам. Спасибо большое. И пользуясь случаем, мне бы хотелось в преддверии Нового года, поскольку Новый год все равно у нас у каждого ассоциируется с каким-то волшебством, мне бы хотелось пожелать нашим дорогим дагестанцам, чтобы те проблемы, которые у них существовали в этом году, были решены в том числе и с помощью общественной приемной нашими сотрудниками в будущем году, и чтобы их мечты и желания сбывались. Все, спасибо большое. Спасибо. На этой неделе состоялось заседание 4-й сессии Народного собрания Республики Дагестан 6-го созыва. Вел заседание спикер парламента Хизридших Саидов. На сессии был принят главный финансовый документ – бюджет Республики Дагестан. Затем были рассмотрены вопросы повестки дня. Депутаты Народного собрания прокомментировали принятые на сессии законы Республики Дагестан. Так, заместитель председателя Комитета по бюджету, финансам и налогам Мусам Ашалиев прокомментировал принятый закон о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Сегодня депутатами Народного собрания был принят во втором чтении и окончательном чтении начать бюджет Республики Дагестан, который в доходной части составил около 100 миллиардов рублей. В нем учтенены все социальные обязательства государства, которые будут исполнены в полном объеме. Данный бюджет отражает в моем видении отношения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к Республике Дагестан, ко всем дагестанцам и доказывает факт доверия главе Республики Дагестан Рамазану Аджимурадовичу. Почему это я говорю? Потому что сегодня наш бюджет составлен так, что 68% бюджета это федеральные деньги, 32% собственные доходы. Конечно, быть полностью удовлетворенным, довольным бюджетом мы не можем. Мы не можем. Есть резервы, и мы видим увеличение собственных доходов, к которым мы будем стремиться, участие в государственных программах. Сегодня мы участвуем в 46 федеральных программ, государственных программах. Мы участвуем только в 22 программах. В этом мы видим большой резерв. изменение структуры экономики Республики Дагестан, привлечение инвестиций, опираясь на сегодняшний принятый закон о государственном частном партнерстве. Хочется отметить, что мы можем говорить о том, что данный бюджет поможет избавиться от трехсменного образования в школах, даст импульс строительству медицинских учреждений, спортивных и социальных объектов. Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Висампаша Ханалиев прокомментировал закон Республики Дагестан о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Сегодня мы приняли законопроект с повторным сочтением о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Бюджет у нас на сегодняшний день, как я сказал, состоит из 24 миллиарда 837 миллионов 266 тысяч рублей. Основной бюджет будет направлен в территориальный фонда на обслуживание, лечение пациентов и, соответственно, также на налоги. Помимо этого, бюджет, прежде чем принимать ко вторым чтениям, мы обсуждали со всеми главными врачами и все наболевшие вопросы главных врачей, и с представителями фонда обсуждали, и впредь было принято решение с министерством здравоохранения Республики Дагестан и непосредственно с главными врачами, что все наболевшие вопросы не будут откладывать, а будут решать вовремя. И, соответственно, комитет здравоохранения тоже будет вместе с ними эти вопросы решать. О принятом во втором окончательном чтении законе о молодежной политике рассказала заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Анна Безрукова. Данный законопроект вообще был разработан в соответствии с поручением данным на встрече с общественными объединениями, молодежными лидерами с главой Республики Дагестан Рамазаном Гаджимурадовичем Абдулатиповым. На самом деле у нас закон о молодежной политике был, но он был принят в 1997 году, и, конечно, многие статьи, многие позиции этого закона устарели, и смысла изменять какие-то статьи не было, потому что там нужно было перерабатывать весь закон. Поэтому было принято решение внести в Народное собрание новый законопроект. На самом деле работа над законопроектом была очень скорбулезная. Еще будучи в Министерстве по делам молодежи, мы работали над этим законопроектом, ряд слушаний общественных он прошел. И вот сейчас тоже в соответствии, конечно, с поправками, которые были внесены и депутатами, и разработчикам Министерства по делам молодежи, мы постарались учесть все аспекты жизнедеятельности молодежи, потому что, на самом деле, главная цель данного законопроекта – это регулирование правовых основ, регулирование законодательной базы, чтобы молодежь, на самом деле, сейчас, которая социально, по большому счету, социально не защищена, было от чего отталкиваться, выстраивать молодежную политику органам государственной власти, было легче, было на что опираться, у молодежи были свои права, которые продиктованы на законодательном уровне, поэтому мы постарались затронуть все аспекты – это и культура, это и спорт, это и образование, это и труд, это и общественные организации, поддержка общественных организаций, поэтому, я думаю, принятие данного законопроекта, оно повлечет за собой процессы более активного вовлечения молодежи во все процессы жизнедеятельности республики в целом. 21 декабря депутаты Республиканского парламента под руководством заместителя председателя Народного собрания Елены Ельниковой приняли участие в праздничном мероприятии под названием «Мечты сбываются» организованном партии «Единая Россия» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семейно-развлекательном центре «Солнышко» города Махачкалы. Организаторы мероприятия подготовили для детей специальную праздничную новогоднюю программу с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Детям была предоставлена игровая площадка и организован праздничный обед. По завершении мероприятия все они получили подарки. Мы продолжаем рассказывать о депутатах, избранных впервые в Народное собрание. И сегодня мы познакомим вас с членом Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Ярахмедовым Русланом Идрисовичем. Ярахмедов Руслан Идрисович родился 21 января 1972 года в селе Акуша Акушинского района. Окончил экономический факультет Международного института управления бизнеса и права, юридический факультет Дагестанского государственного университета. Более 10 лет работал руководителем регионального отделения по республикам Северного Кавказа кавказского филиала компании «Мегафон». За эффективное управление предприятием и достижением высоких профессиональных показателей награжден общественной наградой Орденом Петра Великого. В настоящее время заместитель директора филиала по взаимодействию с органами государственной власти Северокавказского федерального округа Кавказского филиала компании «Мегафон». Одна из важных частей его депутатской деятельности – встречи с избирателями. Руслан Ярахмедов постоянно проводит приемы граждан в Акушинском районе. За последнее время им оказана финансовая помощь в строительстве дороги через реку в селе Акуша, помощь в благоустройстве села Цуни, ремонте спортзала в селе Цугни, организации молодежного форума «Чендер Чаро». С его поддержкой осуществляется проведение водопровода в селении Гинта, улучшение дорог в селе Усиша и дороги, ведущей к пяти селам в направлении села Гулатты, а также ремонт амбулатории в селе Усиша. Активно участвует в развитии спорта в Дагестане. Является вице-президентом Федерации греко-римской борьбы республики. При его поддержке проводятся республиканские и районные спортивные турниры. Заслуженный связист Республики Дагестан награжден почётными грамотами Народного собрания Дагестана и Олимпийского комитета России. Депутат Народного собрания Республики Дагестан шестого созыва, член Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Я вхожу в Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству Народного собрания Республики Дагестан. Почему именно этот комитет? Ну, оно мне ближе, потому что я практически последние 10-15 лет занимаюсь предпринимательской деятельностью, возглавляю компанию. Инвестиции, если сказать, тоже входят в одну из программ. Без инвестиций развития бизнеса не может быть в республике. Участвуем в комитетах, на заседаниях Народного собрания, в комитетах рассматриваем законопроекты, вносим на рассмотрение поправки в министерство комитета. В ходе предвыборной работы, когда я ездил, было очень много обращений, просьб, но у всех было одно. Вдруг, когда вы станете депутатом, мы вас больше не увидим. На самом деле хочется поменять этот стереотип. За истекшие три месяца, практически каждую неделю стараемся посещать район, но в связи с тем, что времени мало, в связи с тем, что не могу охватить все это, для этого мы создали команду приемную депутата. Могут обращаться в любое время, в электронном виде, чтобы быстрее могли среагировать, быстрее могли приехать, оказать содействие, быть рядом с нашими избирателями. Хочу поздравить всех наших дагестанцев, всех наших избирателей с этим прекрасным праздником, с Новым годом, пожелать всем здоровья, счастья, успеха. Уважаемые телезрители, на сегодня у меня все. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok